Сегодня мы вспоминаем школьные дискотеки и подпеваем кумирам 90-х. Начинаем готовиться к праздникам и шьем символ Нового Года. Учимся двигать бедрами под ритмы зажигательной бачаты. И загадываем желание на падающую звезду в Омском планетарии. Это моя новая дискотека 90-х, потому что, если честно, то я родилась в самом начале 20-х. Поэтому в этой дискотеке я подготовилась к чайу. Выбрала себе наряд, накрасила губы и, конечно, нашла себе кавалера. Димка, ну что, ты готов? Конечно, готов. Я же из 90-х. Пошли тебе все покажу. Только представьте, 90-й актовый зал, а вместо играющего на всю катушку кассетного магнитофона, живьем выступает ваш кумир. Вот она, дискотека мечты, которая стала реальностью. Сегодня мы вместе с вами, и нам очень тепло. Поехали! Какие были дискотеки 90-х? Как вы можете это описать? В 90-е годы в пионерском лагере вел дискотеки. И все, что сейчас происходит, это воспоминания детства, воспоминания всего, самые лучшие. Это непередаваемые эмоции. Музыка была просто великолепная. В этой музыке и в песнях был смысл. Сейчас в современных песнях нет такого, тогда был смысл. Все приходящее, а музыка вечно. Песни 90-х пережили свое время и уверенно держатся в наших плейлистах даже 30 лет спустя. Они заставили пританцовывать уже не одно поколение. И можно не сомневаться, музыка нас связала. Омск! Слова запомнили? Давайте все вместе! Три-четыре и раз! Я смотрел интервью с Чичваркиным, он сказал, сейчас ты тот, кто ты в инстаграме. А раньше ты тот, какой музыку ты слушаешь. Новое поколение не может посмотреть, какие их родители были в инстаграме. Но они могут прийти и посмотреть, чем жили их родители и ощутить эту школьную дискотеку. Ощущать дискотеку 90-х нужно всем телом. Здесь было все. Будоражащий душу медляк. И зажигательные танцы. Больше, больше, больше рук все, друзья мои. Не ленитесь, не стесняйтесь, не капризничайте. Давайте правую руку вверх тоже. Так, кто не поднимет, я вот тут смотрю, не подняли. Тот Филипп Киркуров. Здесь, вау! Делай два, делай раз. Делай все, что ты хочешь сейчас. Я с тобой всегда буду рядом. Блин, жена обманула. Сказала, что 80-е. Я шел на 80-е, а попал на 90-е. На что только не пойдешь, чтобы попасть на дискотеку. В этот вечер здесь собрались все. Краски, пропаганда, русский размер, Данка и другие артисты. И закончилось все, как в старые добрые. Мыши в доме не повод расставлять мышеловки. Пушистый грызун, символ Нового года, обещает принести удачу и достаток. Те, кто не готов обзавестись живым питомцем, могут обойтись плюшевой мышкой, сделанной своими руками. Мы в детстве все делали поделки, все рисовали, все украшали елочки. И я хочу, чтобы у нас сегодня немножечко искра детства вспомнилась. Для начала придется вспомнить, как держать иголку в руках. Работа кропотливая, зато увлекательная. Те, кто на производстве грызунов собаку съел, советуют, чтобы мышка получилась нарядной, лучше использовать портьерную ткань. И главный секрет в набивке – в местах соединения деталей игрушки не должно быть синтепоном. В эпоху Гомера мышь считалась священным животным. В Средневековье без нее не обходились обряды гадания. А в сказках мышка – волшебный помощник. Мышка у нас – это символ уюта и благосостояния. Мы делаем мышку, чтобы привлечь в наш дом все те уютные моменты, какие может мышка символизировать. В том числе достаток, сытость, тепло, какой-то домашний комфорт и уют. И вот всего этого я вам желаю в новом году. Всего несколько часов и королева мышей готова к новогоднему балу, чтобы подарить детям и их родителям праздник. Впрочем, участницы проекта «Мама дома» смогут еще не раз вот так поднять себе настроение. Ведь новогодние мастер-классы здесь будут проходить весь декабрь. У любой мамы должен быть выходной. Он может пройти вот в такой дружеской атмосфере. Очень тепло, приятно. И сделать что-то своими руками, уйти домой с такой поделкой для взрослых. Очень приятно и красиво. Черная дыра на месте Омского метро и утопающая в воде Пушкинская библиотека. На этой виртуальной прогулке зрителям предлагают купаться в потоке иллюзий и погружаться в новые измерения пространства и сознания. Повод подходящий. Новый концерт фестиваля «Белая симфония» посвятили русскому авангарду. Эпохи бунтарей, инноваторов в искусстве. Часто спрашивают, говорят, почему, допустим, не Шишкина выбрали, да, он такой понятный, близкий к народу. Говорю, в том-то и дело. Шишкин, он и так понятен народу. А насчет картины русского авангарда всегда столько споров, всегда столько интриги, в том числе и «Черный квадрат» Малевича. И хотелось немного погрузить аудиторию вот как раз в философию этих работ, этого времени и этих мастеров. Это была эпоха глобальных сдвигов, глобальных перемен. Разрушился весь патриархальный мир. Это и катастрофа надвигающаяся, и, собственно, катастрофы сопровождали весь XX век. Тревожное предчувствие слома времен и границ и распадающегося на части мира навсегда поселилось в музыке и живописи тех лет. Полотна Малевича, Кандинского и Шагала на умской сцене оживают под аккомпанемент их современников – Стравинского, Рахманинова, Шостаковича. В полярных направлениях и манифестах авангардного искусства – общее для разных авторов ощущение – революционных скорости жизни и энергии творчества. Перенести их в реальность XXI века помог мультимедийный проект, соединивший музыку, хореографию, видеоарт и 3D-технологии. Вместо привычного формата лекций об искусстве – часовое концертное шоу с погружением в эпоху. И никаких правил и назиданий. Это не пересказ истории русского авангарда, а новая версия событий от художников третьего тысячелетия. Поспорить с традициями и шагнуть в неизведанное в этом проекте решился омский автор Михаил Рубанков и вышел в открытый космос – творческий. Взамен холста и красок, экран и пульт управления. Освоить 3D-графику оказалось делом непростым – почти как выйти на орбиту. Поначалу было сложно, и даже первые разы какие-то был такой эффект укачивания, потому что в этих очках в 3D ты абсолютно в другом мире находишься. Когда ты работаешь, час-полтора у тебя потом начинается уже как будто тебя укачало в машине или как будто ты в космосе. До завершения фестиваля «Белая симфония» омичей ждут еще четыре музыкальных полета со звездами российской академической сцены, в том числе Денисом Мацуевым и Михаилом Плетневым. Скульптура Моисея Вайнмана называется «Любитель сказок». Скорее всего, это портрет его сына Дмитрия, но этот портрет получился настолько обобщенным, что вот это не конкретный человек, а это скорее выражение возраста, состояния, души. В конце 50-х годов в моду входят свитера такой крупной вязки. Это связано с популярностью писателя Эрнста Хемингуэя. Здесь мы видим такой вот прообраз вот этого поколения, такого маленького хемингуэйчика в таком же вот суровом свитере. Эта деталь, она как бы показывает одновременно и суровый характер эпохи, но при этом уже говорит о некой оттепельности этого периода. Вайман выбрал такую общую концепцию, подход к юности, как вот ко времени сказок. В этом сезоне телеканал «Продвижение» зовет зрителей на необычную прогулку в сад поэта. Так называется новый проект для литературных гурманов, премьера которого состоится 6 декабря в Яндекс.Эфире. Стихотворения Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Иннокентия Анинского и других авторов Серебряного века прозвучат в трактовке кандидата филологических наук, создателя киноклуба «Фликер» и лектория «Ангелус Новус» Екатерины Барановской. Среди множества различных существующих концепций есть одна, которую я разделяю, о том, что если говорить о каком-то российском архетипе, о том, что определяет наше сознание, определяет нашу культуру, то в России это литература, это всегда литература. В Европе это всегда философия, а в Америке это кино. Для того, чтобы сегодня тебя услышали, для того, чтобы сегодня быть понятым, на каком из этих трех языков проще, удобнее и правильнее сделать высказывание. Может прийти слушатель на лекции и сказать, одно дело, если про Эга Нашили читаю или про Джокера в кинематографе, сним их лет и дальше, это мы слушаем. Как только поэзия или про Пушкина мероприятие, человек может сказать, ой, я ненавижу этого Пушкина или я ненавижу поэзию. Проще мне, например, собрать аудиторию и что-то объяснить ей на языке кино. Философы я и не мечу, но философия в постоянном обороте, любая, всяческая. Но поэзия превыше всего. Это не мое изобретение, не мое мнение. Тут я же приводила, например, Эрнста Юнгера. Вот он вцепился в Гюльдерлина, одного немецкого поэта, и сказал в 98 лет, а это уже вот наше с вами время, что подождем, вот этот железный 21 век, титаны и искусство деградируют, но боги вернутся, и человек будет поэтически жительствовать на земле. То есть он говорит, философ, солдат двух войн, что это поэзия. То интеллектуальное пространство, которое вы сделали для себя уютным, и которое делаете понятным и добрым для нас, вы в это пространство пустили кукол. Совершенно роскошных, замечательных кукол работ Ксении Баженовой. Человек, который играет в куклы. Чем он особенен? Я вообще считаю, что куклы – это высший пилотаж. Я всегда говорю, когда вижу скромное количество людей на лекциях про куклы. Я говорю, эх вы, куклы – это вообще круто, вот сейчас же, да, круто, вау. Так я говорю, если вот вы ищете круто, вау, это куклы. И кукольность, как Ирина Уварова понимает, в широком смысле, это не обязательно вот даже ее иметь. Это может быть прием, какая-то мыслительная такая закаючка. Это может быть какое-то окукливание чего-то. Я, да, люблю их с детства. То есть наш театр – это не вот как театр там Образцова или даже Орликин, чтобы мы были всем оснащены. Это не из-за недостатка возможностей и средств. А в общем-то даже это ни к чему. Вот они сидят, вот они поэты. Вот это вертеп, как у Елены Шварц. Великий петербургский поэт – это всему миру понятно. Ее обожают в Польше, куда нас, кстати, и пригласили с нашим театром и лекциями. Ее обожают в Италии, где неплохо знают. И она из всего делает этот театр. Не потому что она дочка Дины Морисовны Шварц, великого зафлита Товстоногова в течение 45 лет. Такого вообще не бывало. И потому что у нее соответствующее образование. А она потому что понимает, как Фрейденберг, что есть некая самая-самая древняя форма театра. А древнее Диониса, кажется, вообще ничего быть не может. Это вот этот домик, эта дачка, этот шкафчик, где нечто спрятано. Это вот кукла, некая, обитающая в этом доме. Поэтому если я хочу достичь какого-то абсолютного итога, как и все остальные, то я должна играть в эти куклы, как играл весь Серебряный век. Екатерина Петровна, путешествие в садик поэтов, которое мы приглашаем зрителей телеканала «Продвижение». В общем, это путешествие у всех началось примерно в одно и то же время. Примерно с одинаковых стихов. Кто-то продолжил это движение, это путешествие в мир поэзии. Кто-то по разным причинам остановился. Тем, кто хочет сегодня осознанно, рационально вернуться на этот путь, что ему взять с собой в путь, чтобы вот этот интервал, пропущенный, быстрый и безболезненно наверстать. Когда нет программы, когда голопом по Европам изучается Серебряный век, на домашнее обучение Блок и Ахматова, либо проводятся семинарки по 10 минут докладов о них, и все. Нет этого. Вот тогда и можно взять «Ленинградскую хрестоматию», вот эту книжку, которая во всем мире уже произвела вот эту вот волну восхищения. Она чем хороша? Что здесь подборка стихов, и каждое стихотворение сопровождается чьим-то текстом. О времени. О поэте во времени. О том, что такое вот время и железное поступь государства, и поэт, и его язык. Ну и желаю, чтобы у всех что-то поселилось, чтобы на языке, в уме, в душе, на сетчатке глаза были картинки, звуки, какой-то образ, что-то паразит, и начнется свой путь. Действительно, никогда не поздно встать на этот путь поэзии. Спасибо. Спасибо вам. Как часто вам хочется избавиться от вещей, потому что стали неактуальны или попросту надоели? Не спешите ничего выбрасывать. В рубрике «Топ-3» мы расскажем, как подарить вещам вторую жизнь и перейти к осознанному потреблению. Здесь ретро в моде. Своп-вечеринка – место, где люди обмениваются вещами и предметами. Это английская традиция, появившаяся в 40-х годах прошлого века. Но если сначала такие встречи затевали из-за необходимости, то в 60-х своп-вечеринки стали устраивать удовольствие ради. Меняться вещами сегодня не только весело, но и полезно. Ведь в мире, где миллиарды долларов в год идут на утилизацию одежды, давно пора что-то менять. Например, себе я нашла на нашей своп-вечеринке пиджак, платочек, сережки. На своп-вечеринке вы можете просто общаться. Можно и потанцевать под музыку. Музыка у нас есть. Можно пить чаем. Просто проводить хорошо время. Если вещи не нашли нового хозяина на вечеринке, смело отправляйте их в кладовку. Не чтобы пылиться, а чтобы кому-то пригодиться. Все началось три года назад с 12 рубашек. Станислав, автор проекта, решил избавиться от одежды, которую не носил. Так родился социальный проект «Кладовка». Здесь можно на тысячу рублей одеть всю семью или найти необычную вещь. А вырученные от продажи вещей деньги идут на благотворительные цели. Часть прибыли идет на лечение детей. Это уже социальная составляющая. Доступность и плюс экологичность проекта. То есть все уже наверняка знают, что пластиковая бутылка гниет 100 лет. Но почему-то никто не задумывается, что блузы из палеостро также гниет 100 лет. Кстати, изрядно поношенное можно отдать омским дизайнерам. Просто оставьте вещи в боксе «Феникс», установленном в корпусе Института дизайна и технологии УМГТУ. Здесь Елизавета Волкова нашла недостающий материал для новой коллекции. Из старых тканей она делает пряжу, экспериментируя с цветами и фактурой. Нити светятся в ультрафиолете. А затем ткет полотно на самодельном ткацком станке. Таким образом, дизайнер решила избавиться от десятка ненужных вещей при переезде. Вещи можно в любом случае переработать. Есть такая тема, как заплатки. Это тоже, мне кажется, довольно-таки актуально. Что-то, какие-то дырки, пятна, можно это все закрыть, переработать. И это будет не простая, обычная вещь с масс-маркета, она будет с душой. Какую историю дизайнер вплела в канву своей коллекции, можно увидеть на конкурсе «Сибирская этника». Подробнее о нем расскажем в следующем выпуске. Сегодня одну из омских танцевальных площадок наполнили звуки гитары и танцующие пары. В город с мастер-классом приехал чемпион России по бачате Михаил Журавель. Он увлекся танцами еще в детстве. В 2019-м стал вице-чемпионом мира по бачате и принял участие в шоу «Танцы на ТНТ». Он ездит по городам, чтобы вскружить людям голову любимой бачатой. В первую очередь это танцы, в которых нам не надо, скажем так, играть и притворяться. Это танец мужчины и женщины. И все, что нужно, нужно просто оставаться мужчиной и женщиной в этом танце и жить. Бачату стали танцевать в середине 20-го века в барах Доминиканы. Танец бедняков в высших кругах был под запретом. Но 80-е годы прошлого столетия стали временем избавления от стереотипов. Бачату провозгласили танцем счастливых людей, способных на языке тела рассказать о своих переживаниях. Это классно, поскольку танцы — это движение, это жизнь. И люди, когда танцуют, они наполняются позитивными эмоциями, радостью. Я думаю, что в любом танце важно общение между партнерами, диалог, ну и игра, и, может быть, некоторая доля флирта. Я недавно только начала заниматься бачатой, буквально, наверное, месяца два, и это просто безумно погружает. И когда я узнала, что будет мастер-класс Михаила, я, конечно, естественно, сразу согласилась, потому что это прям… ну, это классно. Флиртовать и говорить без слов. После четырехчасового танцевального марафона участники применили новые знания на вечеринке, утонув в пылу доминиканской страсти. Студенты терпеливо ждут, пока мы записываем интервью, в котором заведующая кафедрой «Дизайн костюма» Института дизайна и технологии ОМГТУ Галина Толмачева рассказывает, как проводит свободное время. Хоть и сейчас, во время подготовки к конкурсу «Сибирская этника», его крайне мало. Я вообще раньше увлекалась плетением гобеленов, сейчас немножко для этого времени, конечно, меньше, но без каких-то творческих маленьких мулечек я не могу. Поэтому я вышиваю бисером. Два месяца не спанья и новая брошка из бисера – вот это итог, так сказать, работы. Это такой творческий процесс. О, я вам могу показать свой берет, который я совсем недавно вышила. Меня зовут Константин Терехов. Это моя полностью авторская музыка. Часть из этой музыки – мелодий, звуков, эффектов, слоев я убрал, и их я буду играть с помощью музыкальных инструментов. Будет транслироваться, естественно, изображение. Окружающий мир, который плавно переходит в космос. Музыка. 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 Тереховый мир, который записывает все окружающие звуки, я их потом использую. Субтитры сделал DimaTorzok Обещает себе героиня нового рамкома «Рождество на двоих». Получится ли у продавщицы праздничных товаров кардинально изменить жизнь? Киноманы узнают уже в этот четверг. В пятницу омичей перенесут в эпоху этнофутуризма и погрузят в атмосферу улиц. В программе фестиваля «Сибирская этника» конкурсные показы молодых дизайнеров и лекции профессионалов в сфере моды и искусства. В субботу малышей и их родителей приглашают на праздник непослушания и безумное чаепитие в компании «Шляпника» и «Чеширского кота». В Тюзе покажут спектакль «Алиса в стране чудес». Известная российская актриса, певица и телеведущая Ольга Будина в воскресенье выйдет на сцену вместе с Омским симфоническим оркестром. Они представят новую программу фестиваля «Белая симфония» по сказке Андерсена «Снежная королева». В путешествия по омскому подсознанию отправят зрители и артисты Пятого театра. Во вторник они сыграют спектакль «Про город», где поиронизируют над главными историческими тайнами, страхами и мечтами о мечей. 800 юных художников из России и Казахстана в этом году стали участниками международного конкурса детского творчества «Возможности акварели». Увидеть работы победителей о мечи могут на одноименной выставке до 16 декабря. Субтитры подогнал «Симон»